Здравствуйте! Вы смотрите телевидение Электрогорска в студии Анны Вязгина. Время новостей на нашем канале и смотрите сегодня. Открытие благоустроенного двора прошло 13 октября в Электрогорске. Спортивные соревнования «Веселые старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялись в городском лицее. Лицеисты стали победителями зонального этапа областного фестиваля по безопасности поведения детей на дорогах. Итоги еженедельного оперативного совещания. Отчеты руководителей, план работ на текущую неделю. А теперь обо всем подробнее. 13 октября в Электрогорске прошло открытие благоустроенного двора. Речь идет о дворовой территории возле домов 8 и 9 по улице Комсомольской. Все работы велись в тесном взаимодействии с жителями. Подробности далее. Еще несколько месяцев назад состояние этого двора было плачевным. Ни тротуаров, ни дороги, ни нормальной детской площадки – серьезная проблема с парковкой машин. Так как изначально двор не был рассчитан на большое количество автомобилей, их ставили как попало, в том числе на газоне. Большой проблемой было подойти к подъезду, так как после дождя образовывались огромные лужи. Люди клали доски и деревянные поддоны, чтобы хоть как-то пройти. Сначала рабочие сняли весь слой старого асфальта, засыпали основание, сделали дренаж. Помимо обустройства новых пешеходных дорожек и установки детской площадки, во дворе были проведены работы по расширению парковочных мест, ремонту проезжей части и тротуара, установке нового бортового камня. И вот обновленный двор готов к открытию. Главными гостями этого события стали жители домов, а также все те люди, кто контролировал ход работ и принимал участие в этом деле. Я надеюсь, что по программе Андрея Юрьевича было сделано очень огромное вложение сил, средств, человека часов и всего остального в данный двор. Надеюсь, как представитель администрации, что в первую очередь вы, как жители нашего города, и мы, как жители, оценим данные начинания. Они будут продолжаться дальше. За следующий год у нас также запланирован ряд дворов, будет голосование. Мы ждем часть дворов по голосованию, часть дворов будет по обращению граждан. Это, скажем, одни из первых дворов, которые были сделаны в этом году. Безусловно, двор должен быть территорией комфорта и должен способствовать улучшению качества жизни каждого человека. Я желаю, чтобы в этом прекрасном, замечательном, благоустроенном дворе всегда царил уют, мир, порядок, чистота и, конечно, звучал детский смех. Старший по дому номер 9 Александр Новоселов, выражая мнение своих соседей, отметил высокое качество проведенных работ. Я хочу поблагодарить губернатора и мэра нашего любимого города как автолюбитель за хорошую автостоянку, как отец за хорошую детскую площадку, как пешеход за асфальтированные дорожки и как житель дома за обустроенные и отремонтированные подъезды. Спасибо. Под дружные аплодисменты присутствующих была перерезана красная ленточка. Осталось пожелать, чтобы жители берегли и сохраняли созданное. В минувшее воскресенье спортивный зал городского лицея стал площадкой для соревнований «Веселые старты». 30 юных участников показали свои силы в состязаниях, а каковы итоги – увидим далее. Настоящий спортивный праздник для особенных детей прошел в минувшие выходные в спортзале лицея. Сегодня в рамках муниципальной программы «Адаптивная физическая культура» проходит мероприятие «Веселые старты». «Среди детей с ограниченными возможностями». Это мероприятие у нас проходит 3-4 раза в год, но мы также будем проводить не только спортивные мероприятия, но также и культурно-досуговые, чтобы у нас детишки развивались не только физически, но и духовно, в том числе и нравственно. В «Веселых стартах», организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимали участие ученики школы номер 2 и ребята, занимающиеся в городском спортивном клубе адаптивной физкультуры «Олимп». Ребята приняли участие в «Веселых эстафетах», проявили свое спортивное мастерство и показали высокие результаты. В этот день ребятам, доказавших свою способность побеждать и преодолевать самые трудные преграды, были вручены заслуженные награды. Скажите, пожалуйста, вот сегодня вы как судья, по каким критериям оценивается команда? В первую очередь, это, конечно, сплоченность команды, то, как они взаимодействуют друг с другом, помогают. Также, например, смотрят, подсказывают это. То есть мы тренеры, мы оцениваем, конечно, и ловкость, и быстроту, умение как-то передвигаться, но важно то, что они едины, потому что это командное соревнование, и они это понимают. Праздник прошел весело. Дети с большим удовольствием принимали участие во всех эстафетах. Участники команд показали ловкость, силу, быстроту и желание выиграть. Спасибо большое, молодцы. Я увидела, что у вас, и вероятно, у вас начали с командой. Каждый с ним помогал, поддерживал. Спасибо вам за это. И так, ну, конечно, мы не можем не быть победителем, и всего лишь не в нашем веселом саду. И дело команды «Левуа». А для их родителей, воспитателей, тренеров главное, что у детей появилось стремление заниматься спортом. Ежегодно на территории Московской области проходит фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». Целью данной акции является создание условий для снижения уровня детского травматизма на улицах и дорогах региона. Наш город на зональном этапе фестиваля представляла команда лицея. О том, как выступили ребята, смотрите в следующем сюжете. В смотре конкурса творческих коллективов по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах «Мы вместе за безопасность дорожного движения», который прошел 10 октября в городе Реутов, приняли участие 79 учащихся из 8 районов и городских округов Восточного Подмосковья. Марафон по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах объединяет обучающихся, педагогов, инспекторов ГИБДД, представителей общественных организаций с целью профилактики детского дорожного травматизма. Создание условий для снижения уровня детского травматизма на улицах и дорогах Московской области. Стремясь к этой благородной цели, мы одновременно открываем возможность для развития творческого потенциала детей. Наиболее познавательным и ярким жюри признали выступление электрогорской команды «Внучата», которая и стала победителем зонального этапа соревнований. К этому конкурсу мы готовились очень долго и очень интенсивно. У нас было очень много репетиций. Сначала у нас ничего не получалось, но благодаря нашим руководителям мы смогли выиграть на городском конкурсе и поехали на зональный. Лицеисты представили на конкурс музыкально-театрализованную зарисовку на знании правил дорожного движения. Я водитель машины ВАЗ и недавно попал в ДТП. ОСАГО и КАСКО у нас спросили ГИБДД. Я отдал ИПТС для фиксации ДТП. И сотрудники ДПС изучили место ЧП. А у нас в студии свидетель аварии. Везем машину ВАЗ. Ей навстречу летела АК. Выпускает их, кстати, КАМАЗ. Но не об этом пока. Водитель одного ДС, гражданин Кравчук ОД, звонил в ЕДДС, чтобы выставить ГИБДД. В ответ граждан ВТМ, не названная пока, лупила ремном ГРМ товарища Кравчука. Теперь нашим ребятам предстоит выступать на областном этапе конкурса, который пройдет в Балашихе 24 октября. И лицеисты будут представлять на фестивале все восточное Подмосковье. Самое трудное было собраться с мыслями и репетицией. То, что мы отрепетировали, хорошо представить на сцене, чтобы всем понравилось, особенно членам жюри. – Соперники сильные были у вас? – Да. Мы, если честно, когда посмотрели последние выступления, когда сидели в зале, уже ждали результатов, мы уже не надеялись на первое место, потому что были некоторые команды, как нам показалось, сильнее, чем мы. – Ну а в чем тогда ваш успех? – Успех в хорошей подготовке, хорошем сценарии и команде. История марафона насчитывает более десятки лет и ежегодно позволяет выбрать госавтоинспекторам и педагогам лучшее творческое выступление детей на тему безопасного дорожного движения. – Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин